Всем привет! На этом видео я расскажу и покажу вам, как использовать макрос для мышки A4 Tech серии X7. Прежде всего, вам нужна программа, которая называется Oscar Editor. Она поставляется вместе с мышкой, но если вы её потеряли, я могу дать вам ссылку, где вы её скачаете. Вот она будет внизу видео. После того, как вы её скачаете, она выглядит вот так. Запускайте её. Вам нужно настроить макросы на какую-нибудь одну кнопку мышки. Больше всего подходит, наверное, вот эта маленькая кнопка. Она для этого практически и создана. Вот она под номером 7 моей мышки. У вас может быть под другим номером. Находите этот номер. И в меню выбирайте макро-менеджер и запускайте его. Открывается вот такое окно. Здесь наверняка будет какой-нибудь макрос. Он вам не нужен. Вы можете его просто стереть. Бесполезен. Мы создадим свой макрос. Для этого идём в левую меню. Там выбираем время задержки между стрельбой. На самом деле, макрос не даёт абсолютно никаких преимуществ в скорострельности, чтобы там не говорили. Он просто делает игру удобнее. Поэтому время задержки здесь можно выставить практически любое. Ну, выставляем около 25 миллисекунд. Можно чуть больше, чуть меньше. Это не важно. От этого практически ничего не поменяется. Разное оружие всё равно будет стрелять с разной скорострельностью. Дальше мы имитируем несколько нажатий левой кнопки мыши. Как будто мы стреляем вот здесь внизу. Ну, нажимаем несколько раз. Вот у нас получилось три раза. Но это не важно на самом деле. Дальше нажимаем кнопку вот здесь сверху. Сколько раз воспроизвести макрос при нажатии. Но так как нам нужно, чтобы он постоянно воспроизводился при зажатой клавише, то, собственно, этот пункт и выбираем. Нажать старт, отпустить стоп. После того, как его выбрали, макрос, собственно, готов. Просто закрываем. Он предлагает его сохранить. Конечно же, сохраняем. Теперь последний пункт. Нужно этот макрос загрузить на мышку. Происходит это довольно быстро. Ищите вот такую вот кнопочку, нажимаете. И практически сразу готово. На этом, в принципе, всё. Можете использовать свой макрос. Причём, где угодно. Открывать папки в разных играх. И много применений ему есть. Можете менять задержку, если это надо. Ну, а во второй части видео я покажу вам, насколько он полезен в игре APB Reloaded. Ну, а вот сравнение скорострельности. Это обея, без макроса. И с макросом. Небольшой прирост есть, но он несущественный. Кучность почти одинаковая. Просто неудобно. А вот у пистолета скорострельность действительно возрастает. Но патроны очень быстро расходуются. И надо быть весьма точным, чтобы убить противника. Иначе просто они кончатся. И пока вы перезаряжаетесь, он вас убьёт. Это вот с макросом и без. Спасибо за внимание.